Приветствую вас, вы знаете, мои коллеги, в общем и целом, как мне кажется, достаточно хорошо ответили вам на вопрос, который вы задаете. Вот, мне кажется, они с своей стороны, с такого объективного взгляда, да, очень хорошо описали вот то, что с вами происходит. Что с вами происходит с вашими отношениями, с вами и с моим человеком. Вот. Ну, я, я, со своей стороны, наверное, хотел бы затронуть несколько другую тему. Поэтому я хотел бы затронуть тему отношений больше. То есть я хотел бы затронуть тему того, как вы оказались в такой ситуации. То есть вот ситуации, когда молодой человек стыдит вас за, ну, за ваше прошлое, да. Сидит вас за то, что вы когда-то делали, то, чем вы когда-то занимались и прочее. То есть вот меня как-то интересует больше это, я вот, вот если задать вопрос, да, вот просто если задать вопрос себе, вот почему мужчина, да, почему мужчина может, как-то вот, ну, обвинять вас, допустим. Ну, вот в том, что когда-то, когда-то, когда-то было, вот как-то возможно. Вот я не знаю, я не знаю, задавали ли вы себе такой вопрос или нет, но было бы здорово, если бы вы его себе задали, потому что это очень полезный вопрос. Вот, а-а-а, там, условно говоря, а-а-ам, как моему молодому человеку, а-а, пришла в голову идея, а-а-а, ням, я, ну, меня обвинить, да? Он, я знаю. до того, что меня обвиняют. Как он дошёл до того, что стыдит меня за то, что я это делаю. Как это вообще, ну, возможно, да? И если мы, вот, будем об этом именно говорить, то здесь получается, на мой взгляд, довольно интересная история, потому что молодой человек, ну, вообще, любой человек, не только ваш молодой человек, любой человек, не может, на самом деле, из ниоткуда взять, вот, какие-то вещи. То есть, я имею ввиду, молодой человек не может ниоткуда взять вот эту вот идею, чтобы нас можно стыдить. То есть, если мужчина эту идею взял, да, если мужчина эту идею взял, значит, он как-то, вот, до неё дошёл, до этой идеи, да, этот мужчина как-то, вот, дошёл до этого, что вас нужно стыдить. Соответственно, вставляется вопрос. Как он до этого дошёл? Как человек дошёл до того, что вас нужно, нужно, следить за то, что вы, вот, спросил у вас, что-то, что-то было. И он мог это взять только у вас, он мог только у вас, он мог только, вот, именно у вас научиться тому, что, чтобы вас стыдить. Он просто взял, взял у вас, то, что вы сами о себе, скорее всего, думаете, он, как бы, вам, он вам транслирует, он вам транслирует, ваше же собственное отношение к этой ситуации. Он вам транслирует ваше собственное отношение к этой ситуации. То есть, вы сами следите с этого, вы сами до конца этого не принимаете, вы сами, образно говоря, делаете акцент на верности, и если вы делаете этот акцент, если вы делаете этот акцент, если вы делаете этот акцент на верности сами, то вот, как раз, мужчина и будет, да и не только мужчина, любой человек будет вам как-то вот на это указывать, будет как-то вам показывать, будет как-то на это давить и прочее, прочее, прочее. Просто потому, что вы это демонстрируете. Ладно. То есть, да, у мужчины, конечно, безусловно, у него есть проблемы с неуверенностью в себе. Это совершеннейший факт, человек действительно в себе не уверен, не уверен. Вот. Но нужно понимать, что ведь так было не всегда. То есть, он не всегда к вам пределял претензии, и как минимум в начале отношений между вами, я думаю, что все было хорошо. И лишь только потом, лишь только потом, по прошествию какого-то времени, он начал вам, вот, какие-то претензии предъявлять за то, что вы имели какие-то связь с просто. Вот. И, соответственно, соответственно, идея заключается в том, что мужчина ничего нового не придумал. Идея заключается в том, что человек просто считывает то, что вы сами о себе думаете, то, что вы сами считаете, и как бы отражает это вам. Ну, отражает, отображает это вам. Вот, в принципе, и весь секрет. Потому что, если бы вы приняли полностью свое прошлое, да, то есть не стыдили бы себя, не обвиняли бы себя, вот, ну, за него, да, не обвиняли бы себя. Да. Ага. То, я полагаю, что, что было бы прекрасно, мужчина, он, что бы он сделал. Да. То есть, ну, он, там, может быть, один раз, он бы, там, что-то сказал бы, да, вот, один раз, ну, как-то, вот, заявил бы, там, что-то, ну, вот. А вы его потом очень быстро пресекли бы, ну, просто потому что, полная уверенность была бы у вас в себе, вот. А, так, этого нет, и, естественно, мужчина это чувствует, и, естественно, он чувствует, что вы себя обвините, он чувствует, что вы как-то вот относитесь к себе, слишком критично, чем чувствует, что вы себя чувствуете виноваты, вот, простите за такую, эм, тавтологию, тавтологию немного, вот. И, и все, и вот вам, вот вам, эм, причина, по которой мужчина ведет себя по отношению к вам, вот, так обвиняющих, да. Вот. Поэтому правы, правы, мои коллеги, говоря о том, что речь о созависимости, конечно, правы, мои коллеги, правы. Но, нужно понимать, что созависимость, она действует созависимый, потому что мужчина действительно вас, эм, ну, маме манипулирует, а ты только думаешь, что он делает это не специально. Это правда, но, эм, ведь без, эм, причины, да, без причины, без оснований, эм, ну, вряд ли, вряд ли подобная история могла бы быть, понимаете, без оснований. Вот. Поэтому, здесь вопрос в том, как вы сами пришли, эм, ну, вот, к этой истории, да, к этой идее, что вы виноваты, может быть, в том, что ну, в том, что, эм, такая ситуация, вот, случилась, да, вы виноваты, эм, в том, что, вот, у вас, там, были отношения, эм, вот, и прочее, 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 прочее. То есть, как-то вот этот момент нужно, эм, разрешить вам, потому что он будет вас тягасить. Вот, эм, я не могу, эм, совсем, эм, согласиться, эм, с коллегой, эм, Кудрячевым, Игорем Леонидовичем, например, о том, что это, что это, что любви там нет, эм, вот. Эм, может быть, она есть, любовь, может быть, любовь есть, эм, просто вопрос заключается, на самом деле, в том, что она там, эм, не чистая, то есть, это не чистая любовь, это любовь, вот, с эм, с эм, определёнными, эм, примесями, да, вот, и, нужно понимать, что это любовь с примесями, нужно понимать, что это не чистая любовь, что, если, эм, человек, например, ревнует, да, вас, допустим, то он, эм, пытается решить какие-то свои проблемы, вот. Если вас ревнует, если вас обвиняют, вот, в чём-то, эм, то, эм, ну, соответственно, соответственно, эм, я думаю, что вы себя обвиняете в чём-то, вот. То есть, эм, вот здесь, эм, в некоторой степени, всё довольно, эм, просто, эм, в некоторой степени. Но, в то же время, сложно, потому что вы, эм, вы как-то, как-то, в этой ситуации оказались, эм, понимаете. Эм, вот. И, нужно выяснить, как вы в этой ситуации оказались, нужно понять, как вы в этой ситуации оказались. Потому что, иначе, эм, по-другому, вам будет сложно, эм, исправить отношения с другими мужчинами, на место этого мужчины придёт, эм, другой. Да? Вот. А, ну, если... Ладно, не сложно, не сложно, парни, не сложно. Отношения. Отношения. Человек. Понимаете? Какая штука, какая штука. Вот. Поэтому, так важно, наверное, эм, разобраться в себе, уметь разобраться в себе. Так важно, эм, знать, эм, что вы хотите. Так важно, эм, понимать, что вам нужно. Так важно отдавать себе в этом отсчёт. И, эм, 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 так важно, эм, вот, эм, эм, обязательно, работать именно над собой. Вот. Не над, эм, эм, мужчиной, да, и не ему помогать, не ему помогать, не мужчине помогать, а именно себе. С собой работать. Вот. Потому что, эм, эм, ну, не мужчины делают просто, а вас. А вот что это, что это, да, то есть, почему, почему вы оказались в этой ситуации? Ну, это, конечно, вопрос, это, конечно, вопрос, это, вопрос, он такой, эм, для психотерапии. Вот. Потому что, ну, я полагаю, совершенно очевидно, что вы не случайно, эм, в такого, в такого рода отношениях оказались. Вот. И, нужно разбираться, как вы оказались в таких отношениях. На этом все, надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. И удачи.